МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей. Коротко о главном к этому часу. Выбрали председателя, определили направление развития, анонсировали новые проекты. В Гродно прошло первое заседание областного совета депутатов 29-го созыва. Торжественный парад, патрульные на лошадях и династии в погонах. День белорусской милиции отметили в стране. Каждый из нас в своем роде метролог. В нашем городе отпраздновали 100-летний юбилей белорусской палаты мер и весов. Семерный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае среди участников студенты Купаловского вуза и сотрудник нашего телеканала. Выбрали председателя, определили направление развития, анонсировали новые проекты. В Гродно прошло первое заседание областного совета депутатов нового 29-го созыва. По итогам депутатских выборов этого года в состав областного совета депутатов вошли 60 народных избранников. Это представители разных профессий, начиная от сферы промышленности и заканчивая образованием и культурой. Важно отметить, в состав нового созыва существенно обновился. Лишь 11 народных избранников пришли на второй срок. 29 человек прежде работали в местных советах депутатов. Эта работа выполняется исключительно на общественных началах. Это дополнительно он на себя берет нагрузку по решению вопросов не своего предприятия, а того региона, жители которого его избрали. И даже не важно, это мужчина или женщина, хозяйственник это, или это учитель. По моему разумению, сегодня депутаты пришли, ответственные люди, которые знают и понимают, берут на себя политическую смелость защищать интересы нашего народа. На первой сессии депутатов нового созыва путем тайного голосования был избран председатель областного совета депутатов. Им стала Елена Васильевна Пасюта. К слову, выбор был единогласным. 38 депутатов местных советов различных уровней будут представлять Гродненскую область на Всебелорусском народном собрании. Это, конечно, не только повышает наш статус, но и возлагает очень серьезную ответственность за принятие этих решений, направленных на социально-экономическое развитие страны, на сохранение независимости, на сохранение стабильности и мира в нашей Беларуси. Уже сейчас депутатский корпус работает над созданием нового проекта, который будет направлен на сохранение истории и ценностей белорусских деревень. Реализовывать концепцию будут через создание небольших музеев семейного быта на месте заброшенных домов. Это поможет не уничтожать, неиспользуемые строения, превращать их в места притяжения туристов. 107-я годовщина со дня образования. День белорусской милиции отмечают в стране. В праздник правоохранители на посту, но по многолетней традиции в преддверии 4 марта они вместе прошли по центру Гродно парада. Впервые за 20 лет к шествию присоединились всадники. Конная милиция стала изюминкой демонстрации. Более 400 человек собрались в длинную колонну. Среди них были и те, для кого служба стала семейным делом. Подробнее в сюжете Елены Бережной. Это тот пример, когда для человека погоны не просто знак отличия или атрибут. Сергей Шевчик почти 30 лет отдал службе в милиции. О своей работе говорит с гордостью. В длинном списке его обязанностей главная функция – контроль занесением дорожно-патрульной службы нарядов. Несколько раз в неделю старший инспектор по особым поручениям отправляется на линию. Как дела? Все потихоньку, все хорошо. В Слоне капитана Милиции Молошевский на участке патрулирования без замечаний. Большую часть времени провел в Слоне. Последние три года живет и работает в Гродно. В профессиональный праздник подполковник милиции считает правильным подвести личный итог службы. Главное в этом деле результат. К примеру, как-то пришлось расследовать случай. На глухой дороге в одном из районов в Гродненской области неизвестный насмерть сбил пешехода. Следов и зацепок не оставил. И мы буквально за ночь установили виновника ДТП, который совершил ДТП и скрылся. Только вот путем опроса граждан, местности, деревень, которые были близлежащие, то есть кто к кому приезжал, возможно, какой автомобиль. Приехали его уже в город Барановича задерживать около шести утра этих же суток. Человек уже, скажем так, собрал все чемоданы, у него был билет на самолет, в аэропорт, и он хотел каким-нибудь странам. Милиция идет в ногу со временем и теперь работать стало проще. Современные технологии позволяют оперативно раскрывать преступления и сокращать их количество. В оперативно-дежурную службу вход по сторонним запрещенными. На сюда поступают все сообщения по линии 102. Здесь же находится система городского видеонаблюдения. Условно, если в Ленинском районе произошло преступление, тут о нем узнают в считанные минуты. Подъедьте, проверьте информацию анонимную. Тропа здоровья у рощи же прыжки. Входит подозрительный парень. Возможно, осуществляет закладку наркотических веществ. Принял, выезжаем. Этот вызов принимает младший шефчик. Как и его отец, парень решил связать жизнь со службой во внутренних органах. Милиционерам-водителям работает меньше года, но опыт уже солидный. Кражи, драки, семейные скандалы и другие нарушения случаются регулярно. Никогда не знаешь, что тебя ждет по приезду, но всегда возвращаешься домой с чувством выполненного долга. Пришел я в первую очередь, потому что отец работает, с детства видел его работу. Нравились служебные машины, нравилась форма милицейская. Каждый день по-своему интересный день. Нет такого, чтобы она, как на заводе, к примеру, была бы одинаковая. Пришел, и то же самое за статком работаешь. Каждый день новые люди. В преддверии представители различных подразделений милиции прошли парадным маршем по городу. Провести демонстрацию решили в выходной, чтобы не пришлось перекрывать центр Гродно. В этом году впервые к колонне присоединился конный экипаж. Двух лошадей специально привезли из Лиды, где базируется пока единственная в Гродненской области конная милиция. Сегодняшний день это в диковинку для нашего населения, но вместе с тем сегодня наши сотрудники оседлали лошадей и несут службу на улицах города Лиды. В скором будущем наверняка будут нести службу на улицах города Гродно. Нам не стыдно смотреть в глаза нашим людям и сегодня все гости, которые приезжают в Республику Беларусь, в том числе в Гродненскую область, пребывая на улицах нашего города, говорят, что в любое время суток могут выйти в любом месте и не бояться. Парад милиции прошел от площади Советской к площади Ленина. Обязательная остановка в парке Жилибера. Здесь блюстители порядка возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан. А после у здания областного ОВД отличившиеся сотрудники милиции получили награды. Елена Бережна, Андрей Шаповалов, Новости Гродно+. Гродницкое областное управление охраны стало лучшим в Республике. По итогам работы за прошлый год представители Гродничины превзошли коллег из других областей в соревнованиях по рукопашному бою, плаванию, самозащите без оружия, а также стали победителями в юбилейном смотре конкурсе профессионального мастерства сотрудников департамента. На самом деле достижений очень много, начиная с того, что мы не только имеем лучшие результаты в служебной деятельности, мы очень активно работаем на создание своей материально-технической базы. Мы одна из немногих, один из немногих регионов, которые создают новое подразделение. То есть мы начали строительство в этом году нового здания в городе Островец. Мы реконструируем областное управление, реконструируем еще ряд подразделений, то есть совершенствуем, создаем новые залы спортивные, развиваемся и увеличиваем, значительно увеличиваем свою штатную численность. Во время торжественного мероприятия порядка 20 сотрудников областного управления охраной и подразделений охраны города отмечены грамотами, благодарностями, нагрудными знаками и медалями за безупречную службу и высокие показатели в профессиональной деятельности. Пошла я первая из семьи, за мной брат пошел служить. Вообще, не знаю, я даже, что меня сподвигло. Наверное, я всегда хотела служить. В момент службы, да, бывают ситуации, что действительно ты понимаешь, что ты на своей работе, на своем месте и, ну, мне очень нравится служить, поэтому я здесь. Грудницкие метрологи присоединились к празднованию 100-летнего юбилея Белорусской палаты мер и весов. Она, как прообраз органа метрологии и стандартизации, появилась в феврале 1924 года. И с тех пор в стране функционирует самостоятельная поверочная организация, которая за век прошла серьезный путь развития. От поверки простейших гель и весов до высокоинтеллектуальных разработок национальных эталонов. Государственную метрологическую службу возглавляет Госстандарт. Гродинский центр стандартизации, метрологии и сертификации там ценят высоко. Коллектив Гродинского центра стандартизации, метрологии и сертификации это наиболее подготовленный коллектив, обладающий высокими компетенциями специалистов, которые способны выполнять любые измерительные задачи с высокими показателями точности для интересов промышленности, находящихся в нашем регионе. А Гродинский регион мы понимаем, он очень промышленный регион, нацелен на решение любых задач и мы стараемся те компетенциями, которые находятся в Гродинском регионе, постоянно их поддерживать. В праздник лучших метрологов Гродинского центра наградили грамотами и дипломами. Слова поздравления сотрудникам и руководителю адресовал и глава города Андрей Хмель. В этот прекрасный праздник крепкого здоровья, профессиональных успехов, семейного счастья, мирного неба над головой, мирного неба над нашей любимой Беларуси. С праздником, дорогие люди! Кроме того, председатель Гродинского горсполкома отметил, что это праздник всех белорусов, ведь ежедневно каждый из нас, глядя на циферблаты, спидометры, линейки, тоже становится причастным к метрологии. Профессионально же этим занимаются порядка 40 человек Гродинского центра стандартизации, метрологии и сертификации. Отдел метрологии это пять секторов, у каждого из них свое направление деятельности. К примеру, сотрудники сектора теплотехнических и физико-химических средств измерений ежедневно занимаются проверкой и калибровкой манометров, тонометров, пиашметров, газоанализаторов, алкотестов, счетчиков воды и газа, термогигрометров и измерителей температуры и влажности воздуха, барометров, преобразователей давления и многого другого из того, чем люди пользуются ежедневно. И точные показания приборов для них особенно важны. Центр совершенствуется каждый день. В планах еще больше облегчить жизнь гродненцам. Задача перед центром поставлена такая, чтобы не выезжая за пределы Гродненской области, наши предприятия промышленности, строительства, здравоохранения, в том числе, пользуясь нашими услугами, могли бы получить эту услугу именно на территории города Гродно. В последнее время мы достаточно много уделяем внимание передвижным лабораториям для того, чтобы нашу услугу можно было оказать не только на территории центра, но и непосредственно прямо на предприятии. Мы являемся продолжателями метрологов, которые сто лет назад подписали конвенцию и вошли в состав палаты. Поэтому я поздравляю всех наших сотрудников, ну и вообще всех, потому что все люди связаны с метрологией, хоть не замечают это, но всегда жизнь связана с измерениями. Желаю всем неиссякаемой энергии, бодрости, духа, ну и, конечно, здоровья. Теплые слова благодарности и короли среди весенних цветов тюльпаны. В преддверии 8 марта женщин-руководители поздравили с самым красивым и нежным праздником в году. Прием, посвященный Всемирному женскому дню, прошел в областной филармонии. Элегантные танцы, охапки комплиментов и бесконечная поддержка от сильного пола в Октябрьском районе уже начали отмечать приближающийся праздник 8 марта. Женский день ассоциируется с тем, когда зацветают цветы наши излюбленные тюльпаны, когда природа оживает и символично в этот день мужчины всегда поздравляют наших женщин. И мы решили начать нашу весну именно с такого праздника. Сегодня мы пригласили женщин-активистов, женщин-руководителей, те, которые активно участвуют в общественной жизни. Поздравления в каждой песне, в каждом жесте и улыбке. И все адресовано женщинам, которые каждый день заботятся о других и прикладывают свои силы, чтобы сделать этот мир лучше и добрее. Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае Российской Федерации. Белорусская делегация самая многочисленная, всего 630 человек. Нашу страну представляют члены БРСМ, пионерской организации, молодые ученые НАН, волонтеры и представители других организаций. Всего приехали представители 180 стран мира. Первое знакомство всех участников прошло на открытии фестиваля. Я думаю, что каждому присутствующему там иностранцу, потому что и субтитры были постоянные, и в принципе те действия, они не требуют знания языка, они требуют чувства души, и мне кажется прям в некоторые моменты они трогали до слез, потому что я расплакалась, если честно, когда у нас просили взяться за руки, объединиться, и ну как бы почувствовать друг друга. Это было очень волнительно. Фестиваль создает площадку, в котором многие государства могут с своими представителями иметь вербальное общение с иностранцами, с дружескими странами. Это даст возможность, чтобы люди из разных народов узнали о других, могли найти общий язык, общие интересы, потому что в первую очередь для нас высшая цель и интерес это создание мира в мире, В фестивале хорошая площадка для самых разных коммуникаций, однако значимость мероприятия не сводится только к общению. Участники знакомятся с разными международными сферами. В их интересы входит изучение регионов России, культуры, спорта, науки, презентация собственных возможностей. От Гродненской области участвуют 54 человека, а среди них студенты Купаловского университета и инженер-видеомонтажа телеканала Гродно+. В памяти останется навсегда тот самый момент, когда все страны, которые принимают участие в фестивале, взялись за руки и объединились. Это очередной раз доказывает тезис, который написан на каждой байке фестиваля, смысл в каждом из нас, то есть смысл в каждом народе, стране, и только вместе, объединившись, мы сможем построить настоящее светлое будущее. Программа строится вокруг к набору общечеловеческих ценностей. Каждый день посвящен определенному смыслу. Многонациональное единство, мир возможностей для каждого, сохраним семью во имя детей и мира. Кроме того, гости могут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления знаменитых российских артистов. Фестиваль продлится до 7 марта. С сегодняшнего дня закрыто движение по тротуару по улице Дзержинского от улицы Ажешка до Вечного Огня для проведения ремонта ограждения. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова